Вот сейчас мы выходим на улицу 9 января. Она сегодня магистральная, а нам отсюда надо спуститься. Здесь перехода нет. Вот мы и подошли к Банному озеру. Сегодня это жуткая лужа с травой позеленевшей, с водой позеленевшей. Все заросло. Когда построили Забайкальскую железную дорогу, то озеро, ранее соединявшееся ручейком с щетинкой, имея ключи на дне, оно было чисто. Оно было красивым, живописным. И это было не только банным местом, но и местом отдыха наших граждан. Но, к сожалению, дорога перекрыла. Что-то случилось с ручейками, то есть ключами подземными. И озеро стало постепенно глохнуть. То есть за последние 120 лет озеро превратилось вот в такую, по сути дела, зловонную лужу. Один из проектов общественности был реанимировать банное озеро, очистить его и сделать действительно туристическим объектом и местом отдыха горожан. Но, по моим подсчетам, здесь нужны хорошие миллионы. Нужно желание горожан, прежде всего, которые здесь рядышком живут. Ну и политическая воля нашего руководства, чтобы это сделать. Но, скорее всего, есть более важные дела. А я говорил о том, что есть акварель, на лодках плавает, так сказать, кто-то. Вон там, где белая крыша, белая крыша, видишь, да? Вон там, недалеко от этого дома, было обнаружено лет 15 назад местонахождение Читинского плодбища. То есть место, где очищали от шкур стволы. И шелуха этих шкур, где-то, наверное, метровым слоем оказалась там. Ну, помимо шелухи нашли артефакты, керамику, железные изделия и так далее и тому подобное. То есть можно говорить смело о том, что Чита, как таковая, как населенный пункт, пошла вот с этого места. И затем была церковь декабристов. Кстати, эта церковь не первая и не вторая, она третья. Церковь стояла ранее возле этого дома, по сути дела. Но она сгорела в начале 18 века. И банное озеро с комплексом декабристов, оно было бы великолепным таким городским туристическим объектом. Но, увы, и сюда, к этому банному озеру, шла улица. Отсюда началась улица Петровская. Почему Петровская, никто не знает. Продолжение следует... Продолжение следует...